52 жителя поселка Искатели и две семьи из Наринмара до конца текущего года получат компенсации за аварийное и ветхое жилье. С предложением внести дополнительные меры по решению жилищного вопроса в регионе к губернатору Ненецкого округа обратились депутаты регионального парламента от фракции «Единая Россия». Поправки в бюджет могут быть внесены в ноябре текущего года. Дверь полностью вообще, она у нас не закрывается. Дверь в комнату не закрывается, стены вздутые, окна перекошены. Жить в доме по улице Озерная в поселке Искателей – сплошное испытание. У нас дом водит, получается полы уходят, у нас трое детей. Зимой вообще невозможно находиться здесь в квартире, у нас дети уходят к бабушкам ночевать, потому что холодина. Что пополам я могу сказать? Полы уходят в одну всю сторону, окна, если откроешь, проветривать, его невозможно закрыть. Здесь весной, осенью сильные дожди у нас получаются. Из этих челей у нас льет просто вот так вот водопадом здесь. Зимой у нас большой снег здесь, лед. Эту квартиру семья Гореловых приобрела в ипотеку в 2007 году. Тогда дом находился в хорошем состоянии. Проблемы начались два года назад. Где-то начинаем ремонт делать и бестолку, то туда ведет, то туда, полы перебираешь, тоже уходит. И как бы на данный момент мы уже ничего не делаем, потому что бестолку деньги просто тратим и все. Сейчас вот уже буквально сколько, года, наверное, два тому назад полы перебирали, ушли. Здесь что-то делаем, все ломает. Уходит, дом постоянно у нас гуляет. В прошлом году жильцы этого дома обратились в администрацию поселка Искателей с просьбой участвовать в программе компенсации за ветхое и аварийное жилье. Дело в том, что дом не был признан аварийным. А это одно из условий, как мы знаем по этому закону. Также провели здесь собрание, приглашали представителей администрации. Пояснили, что для того, чтобы признать дом аварийным, необходимо заключение экспертной организации, которая определяет, аварийный дом ветхий, либо неаварийный. После того, когда жители самостоятельно провели сбор средств, оплатили этой компании такое исследование, получили заключение, что действительно дом аварийный. После этого администрация поселка Искателей признала его аварийным. А у жителей появилась возможность получить компенсацию за ветхое жилье. Нужно только дождаться своей очереди. Ведь таких домов в поселке хватает. И есть те, кто ждет компенсацию по 3-4 года. В Искателях, конечно, очень много домов, которые уже аварийные, в которых люди просят переселить их или же выделить компенсацию. Но на сегодняшний день появилось немножко дополнительных средств, которые округ и выделит. Программа эта была приостановлена с 1 января текущего года и возобновлена в июле 2021 года после обращения жителей округа. Тогда на компенсации были выделены 113 миллионов рублей. Направить в бюджет округа 2021 года дополнительные средства на компенсационные выплаты предложили депутаты от фракции «Единая Россия» в собрании депутатов, советах Заполярного района и поселка Искателей. Было принято решение о том, чтобы обратиться к губернатору для предоставления 152 миллионов непосредственно для тех жителей, которые проживают у нас в аварийном жилье. Потому что все-таки уже скоро у нас зима и необходимо переселять этих людей. И значит у нас будут сейчас внесены поправки в бюджет. Это произойдет в ноябре. И эти 152 миллиона будут предусмотрены. То есть там в основном получается это жители-искатели. По второй очереди, еще раз повторяю, там получат 52 человека. В Нарьенмаре на компенсацию смогут рассчитывать две семьи. Хорошие новости есть и для тех, кто планирует получить новую квартиру взамен аварийной. На сегодняшний день в поселке Искателей готовятся к сдаче два многоквартирных дома. Жилье гражданам планируется предоставить до конца текущего года. Еще один дом по улице Строительной будет сдан в первом квартале следующего года. В перспективе застройка территории в районе улицы Тиманская. Сейчас мы ждем пересмотра стоимости одного квадратного метра. Потому что квадратный метр, который строится за счет средств окружного бюджета, это 74 тысячи. А данные, которые показывают у нас при проверке достоверности метрной стоимости, у нас сейчас квадратный метр около 120. У нас действительно 74. Это меньше, чем в Архангельске строят без отделки. Поэтому мы сейчас пересматриваем стоимость и будем под комплексную застройку делать в районе Тиманская. Там порядка 20-30 тысяч квадратных метров должны будут введены. По словам Павла Масюкова, большинство квартир в строящемся жилфонде поселка Искателей и Нарьенмара предоставляется для переселения из ветхого и аварийного жилья. Тем, кто желает получить компенсацию и таким образом самостоятельно купить жилье, нужно помнить, что выкупаются квартиры по рыночной стоимости, которая определяется оценщиком. Сейчас это около 60 тысяч за квадратный метр. Сейчас компенсация предоставляется только на приобретение нового жилья. Это теперь в жилищный кодекс внесены изменения, поэтому это только целевая статья. То есть на приобретение нового жилья. Если граждане хотят просто получить средства, то они могут воспользоваться, именно как раз не получая новое жилье, претендовать на выкупную цену. Но это есть риск только в части оценки, потому что оценщик может оценить как на 40 тысяч квадратный метр, так и на 60. Тут есть определенные риски у граждан. Что касается Нарьенмара, то здесь, по словам Павла Масюкова, также идет работа по комплексному развитию территорий, которые можно застраивать в ближайшее время.